Глава восьмая Книги Иисуса Навина Господь сказал Иисусу, не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ, способный к войне, и, встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твоей царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царем его то же, что ты сделал с Иерихоном и царем его, только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города. Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус тридцать тысяч человек храбрых и послал их ночью. И дал им приказание и сказал, смотрите, вы будете составлять засаду у города позади города. Не отходите далеко от города и будьте все готовы. А я и весь народ, которые со мною, подойдем к городу. И когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечем их от города, ибо они скажут, бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладейте городом, и Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте. Смотрите, я повелеваю вам. Таким образом послал их Иисус, и они пошли в засаду и засели между Вифилем и между Гаем с западной стороны Гая, а Иисус в ту ночь ночевал среди города. Встав рано поутру, Иисус осмотрел народ, и пошел он и старейшина Израилеву впереди народа к Гаю. И весь народ, способный к войне, который был с ним, пошел, приблизился и подошел к городу, и поставил стан с северной стороны Гая, а между им и Гаем была долина. Потом взял он около пяти тысяч человек и посадил их в засаде между Вифилем и Гаем с западной стороны города. И народ расположил весь стан, который был с северной стороны города, так что задняя часть была с западной стороны города. И пришел Иисус в ту ночь на средину долины. Когда увидел этот царь Гайский, тот час с жителями города, встав рано, выступил против Израиля на сражение он и весь народ его на назначенное место пред Равниною. А он не знал, что для него есть засада позади города. И Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне. А они кликнули весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их, и, преследуя Иисуса, отдалились от города. В Гае и Вифиле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем, и город свой они оставили отворенным, преследуя Израиля. Тогда Господь сказал Иисусу, «Простри копье, которое в руке Твоей, Гайю, ибо Я придам его в руки Твои». И Иисус простер копье, которое было в его руке к городу. Сидевшие в засаде тот час встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою, вошли в город и взяли его, и тот час зажгли город огнем. Жители Гайя, оглянувшись назад, увидели, что дым от города восходил к небу, и не было для них места, куда бы бежать ни туда, ни сюда, ибо народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. И Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. А те из города вышли навстречу им так, что они находились в средине между израильтянами, из которых одни были с той стороны, а другие с другой, так поражали их, что не оставили ни одного из них, уцелевшего или убежавшего. А царя Гайского взяли живого и привели его к Иисусу. Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле, в пустыне, куда они преследовали их, и когда все они до последнего пали от острей меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острым меча. Падших в тот день мужей и жен всех жителей Гая было двенадцать тысяч. Иисус не опускал руки Своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу города сего сыны Израиля разделили между собою по слову Господа, которое Господь сказал Иисусу. И сжег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню до сего дня, а царя Гайского повесил на дереве до вечера. По захождении же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая даже до сего дня. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона Моисеева. Жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железо. И принесли на нем все сожжения Господу, и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там на камнях список с закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. Весь Израиль, старейшины его и надзиратели его, и судьи его, стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета Господа, как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Горизим, а другая половина у горы Гевал, как прежде повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев. И потом прочитал Иисус все слова закона, благословения и проклятия, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них.